Я хочу проповедовать на тему, что случилось, что случилось с молитвой, что случилось с молитвой. Почему я акцентирую на этом внимание? Почему? Потому что часто мы перестаем молиться по определенным обстоятельствам в своей жизни. И вы знаете, не всегда эти обстоятельства, они говорят о том, что мы не в нужде, не в проблеме и так далее. Просто что-то занято, кто-то занял место моей молитвой. Есть люди, которые очень заняты, они невозможно заняты в своей жизни, они не могут молиться. Они заняты своими делами, своими планами, у них свои идеи. Давайте откроем 11 глава, будем с первого стиха читать. Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании. Знаете, Вифагия что означает? Вифагия это незрелых смогов, гора незрелых смогов, место незрелых смогов. Там все время был цветущий сад, и там были смоковницы, они росли, и они все время не созревали, люди их обрывали быстренько. И вы знаете, смоковница это такое дерево, которое плодоносит во время, когда листья уже распускаются, и плоды тоже появляются. Маленькие плоды уже появляются. И вот эти зелененькие плоды люди ели, потому что они имеют такой вкус, они не сильно терпкие еще, но они вкусные. И когда уже есть листья, то обязательно есть и смоквы. Вы знаете, ничего в Библии не идет просто так, оно всегда идет последовательно. Если вы читаете Библию, вырываете из контекста, вы можете и дьявола оправдать. Правда? Можно Иуду сказать, что он спасен. Когда мы вырываем из контекста Слово Божие, оно не приносит нам пользы. И вы знаете, я люблю читать последовательно. И вы знаете, как правило, Библия, она сама себя трактует, она о себе рассказывает сама. Ее не надо трактовать. Она сама рассказывает о себе. Вы знаете, мне нравится общаться с Богом по Писанию, когда я получаю откровения, я начинаю рассуждать, размышлять, я начинаю чувствовать те вещи, которые... И я хочу, чтобы мы были там, в том месте. Смотрите, 3,5 километра где-то от Вифании до Иерусалима. 3,5 километра. И люди идут туда для поклонения. А в Вифанию они возвращаются, чтобы переночевать, поспать, отдохнуть. По дороге они собирают смоквы. Они кушают. Почему они кушают? Потому что там они служили Богу, они делали определенные вещи. Но вы знаете, те, которые рано очень вставали, им, даже они не успевали покушать. Они шли на молитву для того, чтобы идти на молитву. И они собирали эти смоквы, чтобы поесть. Вы знаете, въезд Иисуса в Иерусалим был под вечер уже. Ну, в обеденное время, может быть. И это был необычный случай. Почему? Потому что пока отвязали осла, пока привели осла, пока сделали определенное приготовление для того, чтобы Иисус сел на осла, это уже под вечер было, к обеденному времени. И Он въехал в Иерусалим, и все прославляли Его. И это торжественный въезд Иисуса в Иерусалим. Вы знаете, часто мы прославляем Бога в своей жизни, мы хвалим Бога в своей жизни, но наша молитвенная жизнь, она остается не полная, не совсем полная. Вы знаете, есть то, ради чего Бог пришел. Ответить на наши нужды. Ответить на наши проблемы. Мы каждый пришли со своей проблемой, но мы не просим у Него, потому что мы уже знаем, что сделать нужно. Мы знаем, куда надо пойти, к какому врачу обратиться, и как мне жить дальше. У нас нету нужд. Господи, только дай нам финансы и благословения, а мы благодарны Тебе за все, и слава Богу. Мы умеем прославлять Бога, но не умеем нуждаться в Нем. Вы знаете, молитва – это состояние нужды. Кто из вас сегодня пришел в церковь с нуждой? И все довольны, все удовлетворены. Если бы у вас была нужда по-настоящему, вы плакали тут. Потому что нужда заставляет человека... Что-то я пропадаю. Нужда заставляет человека страдать. Правда? Нужда заставляет человека думать и мечтать о чем-то, что у него еще нету. И он начинает просить. У тебя является нужда, но ты не можешь нуждаться, пока у тебя ее нету. И вы знаете, многие вещи я могу, конечно. Я знаю некоторые вещи, которые я могу сделать сам. Правда? Но есть настоящее. Есть то, в чем я нуждаюсь. И Бог желает, чтобы я приходил к Нему с просьбой, с нуждой. Бог желает, чтобы мы получали от Него те благословения, в которых мы нуждаемся. Кто-то говорит, ну, я знаю, где платить за квартиру. В банке «Приват-24», знаете, там есть такая кнопочка, заплатил и все. Но у некоторых нет возможности заплатить. И они в нужде. Мы готовы делать определенные вещи. Мы благодарны Богу, но у тех, которых нету этой нужды, есть другая нужда. И вы знаете, мы достигаем определенного прогресса. Я столкнулся с некоторыми вопросами, которые меня удивили даже. Сейчас очень много в Украине бесплодия. И люди начинают обращаться к колдовству. Я словил одну женщину, мы как раз практику проходили, словил женщину за рукав прямо, которая выбрасывала опроса. Я говорю, женщина, что вы делаете? Как вам не стыдно? Вы знаете, я понимаю, что такое, что это такое. Это люди колдуют, они просто какое-то проклятие на людей хотят. И это кто-то обратился к ней, потому что у них есть нужда. Вы знаете, почему мы, бывает, не получаем в церкви ответ на свои нужды, потому что не за все молимся, не за все молятся. И у нас нет времени за все помолиться. Никто не отвечает на твою нужду. И вы знаете, я понимаю, что люди начинают обращаться к тем идолам и к тому колдовству, которое не приносит пользы, которое тебя обедняет. И вы знаете, это не была бабушка такая с крюкой. Это была молодая, интересная женщина, даже симпатичная какая-то. Но она колдовала. Почему сейчас это распространено? В какой мере и почему это происходит? Потому что люди не получают удовлетворения от того, в чем они нуждаются у Бога. И они не знают своего Бога. Ты же знаешь, но мы не нуждаемся в нем. Смотрите, давайте прочтем. Интересно. Читаем. Когда приблизились они к Вифании, к Вифагии, что-то происходит. Посылает двух своих учеников и говорит им, пойдите в селение, которое прямо перед вами, входя в него, ты час найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей еще не садился. Отвяжите его и приведите его. Это осел царя. Я хочу, чтобы ты услышал меня. Это осел для царя. Был приготовлен по закону. Они привязывали этого осленка с лицей. И они ожидали, что придет царь, и он сделает что-то. Он въедет в Иерусалим и будет царствовать. Как нам хочется, что Бог пришел в мою жизнь и начал царствовать. Прочитаем дальше. Мне нравится дальше. Это необычные вещи. Бог царствует уже. Он входит в Иерусалим. Они прославляют его. Хвала еще ничего не значит, если ты не нуждаешься в Боге. Давайте прочтем. Смотрите. Если скажет, что вы это хотите делать, отвечайте, что он надавен Господу. И тот час пошлет его сюда. Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот с ослицей. Вы помните это. И у ворот на улице и отвязали его. И некоторые стоящие там говорили, что делаете, зачем отвязываете осленка? Они отвечали, как повелел Иисус. И те отпустили их. И привелись ли он, как Иисусу, и возложивши на него одежды свои, Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге. Другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали Асана. Благословен грядущий во имя Господня. Благословенно грядущее во имя Господня. Царство отца нашего Давида. Асана вышний. Иисус вошел в Иерусалим и в храм. А теперь прочтите, что он делал. Он вошел в Иерусалим и вошел в храм. И так как был вечер, и уже было поздно, он просто его осмотрел. И знаете, что он нашел? Я думаю, что он нашел там мусор. Кто-то что-то оставил после торговли. Перевернутые, может, вещи какие-то. Кто-то убирал. Нет, вечером убирают все. Но этот мусор, он еще скапливался. Вечерняя молитва, она очень важна. Иисус пришел вечером, и он не увидел нуждающихся людей. Он просто обошел храм и никого не нашел. Он там просто обошел. Вы знаете, кто из вас утром на базар ходит? Кто-то ходил на базар утром? Скажите мне, ну, поднимите руку. Да, нормально, ходили. Когда вы приходите в 4 часа, что вы видите на базаре? Никого там нет уже. Правда? Люди приходят ради базара. Люди приходят. И вы знаете, часто мы превращаем церковь и служение, свою жизнь в этот базар. Когда у нас что-то есть, мы начинаем искать это. И вы знаете, столько мусора, столько грязи скапливается к концу, к вечеру. И вы знаете, интересно, Иисус, Он осмотрел все. И Он увидел, что Он тут, в Нем тут уже не нуждаются. Тут Ему кричат, Асана, благословен. И Он возвращается куда обратно? Он мог остаться в Иерусалиме. Вы знаете это? Но смотрите, интересно, Он возвращается обратно в Ифаню. На второй день, когда Он идет, Он встал рано утром, чтобы встретить этих людей. И знаете, что Он встречает? Он был голоден по дороге, Он встречает смоковницу. И Он залазит на эту смоковницу, царь, который только что ехал на осле, лезет на смоковницу. Это вообще необычно. Иисус вообще необычный человек был. Бог человек. Он делал такие поступки, которые, ну, не гоже это царю делать, лезть на смоковницу. Пошли других. Но Он хотел кушать. Ему не было времени посылать кого-то за едой. Он хотел сам покушать. И вы знаете, как-то учеников Он послал. Это написано в третьей главе Иоанна Леотеана. Помните? Во второй главе. Извиняюсь. Сейчас скажу даже в какой. Самарянка. Четвертая. Четвертая глава Иоанна. И Он говорит ей, что наступает время, и настало, что истинные поклонники будут поклоняться в Духе Истины. А ученикам Он говорит, есть пища, которую вы не знаете. Есть пища, которая питает Меня. И вы знаете, что Его питала? Нужда людей. Вы знаете, Иисус пришел к нуждающимся. Часто ты проповедуешь откровением, делясь со Словом Божьим. А у людей нет нужды. Он приходил к нуждающимся, те, которые нуждаются в Нем. И как-то Он сказал в одной из проповедей, придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, Я успокою вас. Это моя задача. Сегодня люди настолько, они знают, как себя успокаивать. Они знают, что им надо делать. Вы знаете, что они после церкви идут, занимаются своими делами, занимаются тем, что им нравится. Вместо того, чтобы нуждаться в Боге, они планируют уже, что они будут делать для того, чтобы успокоить себя. Они не имеют нужды в Боге. Они имеют нужду в том, чтобы Господь просто был возле них рядом. Мы часто нуждаемся в Нем тогда, когда придет Он. Когда придет, тогда и расскажет. Когда придет, тогда всю правду расскажет нам. Но Иисус приходит в Иерусалим, и Он не встречает нуждающихся людей, молящихся Ему. Это вечернее время, время молитвы. И знаете, почему Он не встречает? Потому что очень много забот было до этого. И давайте прочнем, какие заботы тут были. Мне нравится это. На другой день, когда они вышли из Завифания, Он был голоден и увидел издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел к ней, найдет ли что-то. И пришедший к ней ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не было время собирания смог. Но вы уже знаете, что на смоковнице должны были быть плода. Они появляются вместе с листьями. И вот эти зеленые смоквы по дороге в Иерусалим, они собирались с теми путниками, которые приходили на поклонение, потому что они были голодные. Поэтому незрелая смоква. Вифагия называется незрелая смоква. Город Вифагия. Люди нуждались в Боге. Но получали ли они доступ к Богу в том месте? Священники, служители, люди откровения, они должны тоже нуждаться. Они должны приносить жертвы. Они должны тоже просить у Бога. Но эти служители, они разрешили приносить жертвы и разрешили менять определенные суммы денег на... Устроили базар. В церкви устроен был базар. Знаете почему? Потому что они пытались собственным путем решить эту проблему. Они решали проблему своего народа. Потому что они думали, что когда принесут деньги, в храме будут деньги. Но это не важно. Дом мой, он говорит, домом молитвы наречется. Я дочитаю это место, о чем я говорю. Восшедший в Иерусалим, Иисус, вошедший в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. Знаете, что он осматривал? Что здесь происходит? Что в храме происходит, что мешает молиться людям, поклоняться людям, просить у Бога о помощи. И вы знаете, что мешало? Меняющее и продающее. Люди, которые приходили и меняли, они видели, как растет курс, и они были недовольны. Знаете, курс, где рос? В храме. Теперь надо было приносить больше, для того, чтобы принести небольшую горлицу. Жертвоприношение Богу. Для того, чтобы прийти и пожертвовать что-то в храм, им надо было обменять вот эти вот деньги, которые было изображение как Цезаря. Потому что нельзя это приносить было в храм. И вы знаете, они меняли это и видели, что что-то здесь не то. Кто-то на этом наживается. Это неправильное отношение. И я понимаю, что люди, они не могли поклоняться. Вы знаете, я задавался вопросом, и сейчас, когда люди приходят в церковь, первое, то, что они боятся обмана. Боятся вопроса десятине, это душетрепещущий вопрос в церкви, вы знаете, да? В церкви нет. А где он? А у вас десятину платят? Платят. О, не пойду к вам. Пастырь на Мерседесе ездит? Да, не пойду точно. И вы знаете, вот эта вот ментальность, она не допускает людей. Потому что, я вам серьезно говорю, пастырь не может жить лучше, чем чем народ. Правда. Он должен жить так, как живет народ. Он пастырь. И он должен жить в том же состоянии. Это благословение. Часто мы не даем и не пускаем, служителя не пускают и не допускают. Гордыня людей. Мы, знаете, как миновщики, которые не даем пройти вперед. Но Бог говорит некоторым, слушай, я к тебе обращаюсь. Послушай, то, что Бог дает в твою жизнь, и Он наполняет твою жизнь для того, чтобы ты нуждался и научил других нуждаться. Нуждаться в Нем. Потому что часто мы, я никогда не прошу за свои нужды. Хотя у меня очень много нужд. Как у служителя, как и у пастыря. У меня очень много нужд. Я молюсь, я сам молюсь. Но я чаще молюсь за других. Моя задача молиться за других. Но имея нужду, я знаю, как молиться за других. Вы понимаете? Если богатый священник придет, и он не знает, как молиться за твою нужду, потому что ты беден, а он богат. Проблема не в этом. Проблема в том, что дом мой, домом молитвы наречется. А они сделали его вертепом разбойников. Мы часто не видим того качества. Я не говорю, что богатые не нуждаются. Богатые еще больше, некоторые нуждаются. И они имеют другие нужды. Но они не выносят их. Но есть люди, которые ни в чем не нуждаются. И они отвращают от молитв. Потому что они все уже имеют, все уже приобрели в Боге. Я ничего еще не приобрел. Я хочу. И вот это вот слово, я желаю, я хочу, чтобы он исполнил мои желания сердца. Чтобы он сделал вот это. Чтобы он благословил меня в этом. Я нуждаюсь в нем. Поэтому я молюсь за других. Почему об Иисусе сказано, муж скорбей, изведавшей болезни. Он пришел ответить на твою нужду. Он пришел ответить на те проблемы. И знаете, что он в храме нашел? Пустое место. Людей нету нуждающихся. Господь пришел, Бог пришел. Он претерпел скорбь, страдания, болезнь, для того, чтобы ты мог сегодня получить ответ на твою нужду. Священник. Первосвященник. Царь. Который заехал на осле, залез потом на смоковницу. Необычный человек. Вы знаете, я люблю таких необычных людей. Для них все равно, в каком ты состоянии. Но есть люди, которые имеют вот эту недоступность. К ним нельзя пробраться. Они ни в чем уже не нуждаются. Непростые. Библия говорит, вы уклонились от простоты во Христе Иисусе. Не уклоняйтесь, потому что простота во Христе Иисусе говорит о том, имеешь ли ты сегодня нужду в нем? Просишь ли ты или молишься ли ты? И он говорит интересную вещь. Не написано ли дом мой домом молитвы наречется? Дом мой. Он называет церковь, он называет служение, он называет место, на которое он пришел. Дом мой. И знаете что? Я не понимаю, почему он пошел обратно в Вифагию или Вифанию. Он мог остаться у себя дома. Мы приходим в церковь, и нам не хочется расходиться, правда? Мы как дома чувствуем себя. Кто из вас так чувствует себя? Так приятно, так хорошо вместе. Мне не хочется расходиться, честно. Я бывает приезжаю уже в 7 часов, в 8 часов. Так приятно, так хорошо здесь. Давайте построим кущу. Но мы знаем, что мы молимся, и мы приходим к Богу с нуждами. У нас есть нужды. И у каждого есть нужда. И мы не приходим из-за того, что просто хорошо провести время. Хорошо проведу время, я и в кино. Правда? Мы здесь умеем молиться. Мы здесь молимся. Мы здесь просим и нуждаемся в Боге. Когда мы слушаем проповедь, мы нуждаемся в том откровении, которое может меня изменить. Мы нуждаемся в том слове, которое может меня благословить. Мы нуждаемся в Боге. А некоторые сегодня не нуждаются. Знаете, они пришли к колодцу воды набрать, зачерпнуть воды. Но вы знаете, они не осознают, что они пришли и встретились с Иисусом Христом. и уже о воде забыли. Когда ты начинаешь нуждаться в нем, твоя жизнь начинает меняться. Твоя жизнь начинает преображаться. Вы знаете, что происходит с Адамом и с человеком грешным, когда мы приходим в такое состояние, что Бог нам уже не нужен. Мы прячемся от Него. Мы уже не молимся. Мы уже можем решить сами свои проблемы. Мы можем сами поехать, куда хотим. Мы можем сами сделать, что мы хотим. Мы же сами. Мы и все. А храм нам нужен для успокоения души, чтобы Бог с нами. Но там Бога нет. О, может, Он и есть, но ты не нуждаешься в нем, и ты давно виделся с Ним и общался с Ним. Вот почему. Мне нравится, когда Бог отвечает на молитвенные нужды. Знаешь почему? Потому что мы пишем их. И эта нужда, она заставляет нас молиться. Правда? Это хорошо. Знаете, что сделали книжники и услышавши, что Иисус переворачивает столы миновщиков? Знаешь что? Они сделали заговор. Часто в нашей жизни так происходит. Он ничего не понимает в этом мире. Вы знаете, знание, познание добра и зла, и познание зла, оно уводит нас от Бога. Познание многих вещей, когда ты знаешь, что тебе делать. Мне нравится, у нас есть церковный чат, кто в этом чате, ЦСД называется, да? И когда церковь нуждается, они пишут много нужд. Я вижу. Когда в церкви все хорошо, у них мало нужд, они пишут цветочки, там шуточки, там еще что-то. И все нормально вроде бы. Но мне нравится, когда нуждаемся мы и молимся друг за друга. Нам надо еще сделать молитвенный чат. Правда? Чтобы мы не забывали молиться друг за друга. Молитвенный чат, ЦСД. Ежедневный. Постоянный. Потому что в молитве пребывать мы должны как? Постоянно. Не с утра только. Знаете, с утра, Господи, благослови этот день. Ну, я все сделал, я устал. Они кричали ему Асана. Они прославляли его. Они чествовали его, как царя. Он въезжал на осле. Но они не нуждались в нем. Знаешь, когда Бог уходит из жизни, почему Бог не отвечает на твои нужды? Хотя он еще ты не назвал, потому что ты не нуждаешься. Как-то Иисус проповедует ученикам и говорит, вы не получаете, потому что простая формула. Простая формула. Слушай внимательно. Ты не просишь. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и творят вам. Это простая формула, которая сегодня работает, сейчас работает, но он не находит тех плодов. И знаете, что он делает со смоковницей? Есть то, что питает Бога. То, что дает ему желание быть на этом месте. Нужна в нем. молитва. Кто из нас молится и нуждается постоянно? Постоянно в том, чтобы Господь благословил. Не нуждается так для галочки, оно нуждается. Приходится слезами, уходит с радостью. Потому что Бог бывает отвечает на наши нужды сразу, мгновение. И вы знаете, нужда человека заставляет чувствовать себя как бы ущербным, чувствовать себя больно. Но ответ на нужду, оно освобождает. И вы знаете, желание его и питание его это то, что мы начинаем молиться, мы начинаем просить, Боже, благослови меня. Не уйду, пока не благословишь. Я нуждаюсь в Духе Святом. Вы знаете, я люблю проповедовать, когда люди хоть немножко, чуть-чуть, они имеют жажду по слову откровению. Потому что не всегда ты понимаешь так, как я понимаю. И я хочу тебе донести то откровение, потому что когда я молился об этом месте, я просил Божия, почему ты проклял ту смоковницу? Он говорит, контекст, прочти контекст. Почему это происходило? Верующий человек, все хорошо, даже нормально живет, все у него хорошо, с верующими общается. Но почему-то в жизни происходят какие-то определенные проклятия. Мне Бог показывает, нету плодов. В чем бывают плоды? Ну, святость, чистота, аллилуйя. Слава Богу. Есть то, что питает Иисуса Христа. Знаете, что он не увидел в храме? Молящихся. О, не, они были, но уже в тот момент, когда он зашел, не было. Они кричали ему Асана, но нуждающихся уже в тот момент не было. И он пошел назад. Он возвратился назад. И ученики, увидевши смоковницу на следующий день, говорят, слушайте, что это такое? Давайте дочитаем, мне нравится это. Иисус отвечает им, когда же стало поздно, он вышел из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. Вспомнил, Петр говорит ему, мураве, посмотри, смоковницу, которую ты проклял, засохла. Иисус отвечает и говорит им, имейте веру Божью. Имейте веру Божью. Имейте веру Божью. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе этой, поднимись и вергнись в море, и не усомниться в сердце свое, но поверить, что сбудется, по словам его будет ему, что он не скажет. У евреев была поговорка, будет переставлять горы. Они говорят о том, что можно переставить горы, если ты будешь пребывать в Слове Божьем, если ты имеешь откровение. И вы знаете, самое откровение, самое большое слово, которое я принимаю и получил, что надо иметь нужду постоянно в нем. Может, я не имею сегодня финансовую нужду, может, я не имею духовную, физическую нужду, как оздоровление, но я нуждаюсь в его откровении, я нуждаюсь в его Слове. Он мог учить в храме, но нуждающихся там не было. Он мог проповедовать целую ночь, как Павел, помните, проповедовал, что некоторые из окон выпадали, но нуждающихся не было, жажда ушла. Почему-то уходит определенное желание получать от Бога и принимать от Него, но это то, ради чего Он пришел. Вы знаете, часто мы не замечаем, что Бог желает благословить нас, что Бог желает наполнить нашу жизнь всеми благами, и Он говорит, имей веру Божью, потому что то, что мы просто цветем, просто пахнем, просто наша жизнь, она прекрасна, и нам хорошо, но ты не исполняешь то, ради чего ты на этой земле. Вы знаете, Бог создал человека для славы своей, для того, чтобы прославиться в нем, и мы должны нуждаться в нем. Мы должны принести тот плод, который Он определил для нас. Я не знаю твоего плода, я не знаю даже, как ты можешь его, но я знаю, если ты будешь нуждаться в нем, твой плод, он вскоре появится, и Он проверяет этот плод, Он смотрит на этот плод, и вы знаете, без веры Богу, почему Он ставит нас в определенные обстоятельства, вы знаете, у Иова были обстоятельства, я вижу Иова как человека в обстоятельства, он молился Богу и все время просил, но он не нуждался в том, чтобы Бог уже благословил его, у него все было хорошо, а Бог хотел его больше благословить, вы знаете это, кто из вас знает, у него не было нужды, он просто говорил, Господи, сохрани хоть то, что у меня есть, вы не поняли, а Бог хотел больше благословить, и бывает у нас забирается все для того, чтобы ты начал терпеть эту нужду, жажду по Богу, жажда по Богу, и вы знаете, вспомните, как вы только пришли к Нему, вспомни о той первой любви, вспомни то состояние, когда ты был влюблен, и ты хотел все, вы знаете, некоторые получают какие-то блага от Бога, и они уже удовлетворены, я тебе секрет скажу, есть больше, скажи, есть больше, есть больше, хорошо нам здесь, давай строить кучу, есть больше, скажи, есть больше, в прославлении, в служении, в чем бы ты, есть гораздо больше, большая, вы знаете, храм, какой прекрасный, посмотри, все, ничего нам не надо, он говорит, есть больше, я разрушу этот храм, я создам такой, который вы себе даже не представляете, нуждайтесь в этом, и он создает из нас этот храм, он создает то, что желает, и я вам хочу сказать, что молитесь, когда ты молишься, и нуждайся у Боги, Господи, строй мою семью, строй мою семью, благослови меня, наполни меня, вы знаете, что-то начинает происходить, пропадает, да, что-то начинает происходить, что начинает в твоей жизни меняться, Бог начинает действовать, имейте веру Божью, как ее иметь, быть в нужде, слушай внимательно, я честно говорю, вера Божья, это когда ты молишься, смотри, потому говорю вам, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, скажи, верьте, что получите, в молитве, есть молитвы, которые мы не получаем, ну, не получаем мы и все, ну, почему, по какому, потому что мы не нуждаемся, нуждаемся, но тут он говорит, верьте, что получите, начни нуждаться в нем, чтобы он дал тебе, чтобы он наполнил тебя, и вы знаете, верьте, что получите, и будет вам, он говорит о смоковнице, и говорит о вере, но в контексте я понимаю, что он увидел храм, его это не устроило, меня тоже, наша жизнь, она полна сюрпризов, он возвращается обратно, пойду пораньше, разгоню их всех, устрою там дебош, чтобы они познали, кто есть Бог, попереворачиваю в их жизни все, чтобы они собирали копеечки эти, они уже не нуждались в нем, миновщики особенно, у них все было схвачено, дом молитвы, нет, дом прибыли и благословений, Бог говорит, дом мой домом молитвы наречется, а мы делаем его вертепом разбойника, он говорит, вертеп, есть место такое, в котором совещаются, собираются, думают, мечтают, но не с Богом, вертеп разбойника, ему нужно было что-то сделать, и смотрите, что он дальше говорит, мне нравится в молитве, 25 стих, и когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого, дабы отец ваш небесный простил вам согрешение ваше, если же не прощаете, то отец ваш небесный не простит вам согрешение ваше, какая нужда у тебя первостепенная, о, я нуждаю в прощение, мы сегодня будем принимать причастие, но причастие и смысл причастия теряется, если ты не понимаешь прощения, Иисус Христос претерпел смерть, страдания, Он претерпел определенные вещи, грех, который был на нас, Он понес, эти страдания были для того, чтобы я сегодня был свободен, я сегодня нуждаюсь в нем, но послушайте, если я не прощаю, если я стою и говорю, я не прощаю кого-то, то может ли меня простить? Он говорит, нет, если ты стоишь на молитве, хочешь, чтобы твоя молитва была отвечена, научись прощать другим, научись извинять других, вы знаете, есть люди, которые не могут простить своим женам, своим мужьям что-то, определенную вещь, оно накапливается, накапливается, а потом все, 24 года прожили, я разложусь с тобой. Вчера прекрасное учение было, правда, для замужних, мы вчера проходили, я такой доволен был, я все время переживал, что будет, а вдруг он неправильно что-то скажет, я буду потом, а он все так хорошо рассказал, пастыр был благословение вчера для нас, сегодня некоторым надо просто пересмотреть, если вы нуждаетесь в прощении, научитесь прощать других, ты нуждаешься? Нет, если люди не нуждаются в прощении, они никого не прощают, они думают, что они цари, нуждаешься ли ты сегодня в прощении? Да, я нуждаюсь, если ты нуждаешься, то научись прощать другим, научись прощать их согрешения, у меня был один случай, я не мог простить его, очень долгое время, и мне было тяжело, мне было сложно, я приходил в церковь, я знал, что нужно простить, я знал и осознавал это, но во мне было, знаете, ну он же не прав, но он же виноват, даже по слову Божьему он виноват, он виноват в этом том, 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 и вы знаете, это не давало мне возможности, я приходил как к судья, но я не приходил к нему как тот, который нуждается в прощении, нуждается в том, чтобы меня простили, и вы знаете, сегодня люди не понимают и не осознают, тебе прощено гораздо больше, ты имеешь сегодня свободу во кресте Иисусе, мы принимаем причастие, мы это фиксируем, мы снова говорим, Бог меня простил, но мы начинаем судиться с другими, поэтому мы не нуждаемся в прощении, мы делаем это для галочки, но я не хочу, чтобы мы делали это для галочки и не нуждались в причастии, чтобы мы нуждались в нем, нуждались в причастии, вы знаете, есть благословение, нужда в Боге, и я сегодня нуждаюсь в нем, и вы знаете, когда мы будем принимать причастие, есть люди, которым ты не простил, может быть, твоя жена, может, твоя мама, папа, может, твой брат или сестра, может, это вообще не родственник, может, кто-то случайный человек проходил мимо, может, ты не простил кому-то, и ты ему желаешь того хотя бы, и в твоей жизни нету нужды о твоем прощении, о, Бог тебя уже простил, ты уверен в этом, так я тебе хочу сказать, имей веру Божью, Божья вера говорит, если ты нуждаешься в прощении, ты должен простить других, я не нуждаюсь сегодня, вы знаете, под прощением я понимаю все благословения, у него гораздо есть больше, я не знаю многих вещей, что Бог приготовил для тебя и для меня, но он может в одно мгновение дать тебе исцеление, если ты простишь, он в одно мгновение может дать тебе освобождение, если ты простишь, кто-то находится под депрессией, депрессивное такое состояние, как будто дух нечистый его сковал, и вы не можете простить кого-то в твоей жизни, прости его, отпусти его, с Богом, я его люблю, вы знаете, почему, потому что Иисус гораздо больше простил мне, Иисус пришел в Иерусалим, Иисус пришел в храм для того, чтобы сделать ревизию, и вы знаете, часто Он приходит, делает ревизию, как на Смоковнице, как в храме, Он делает в нас ревизию, нуждаемся ли мы в нем, каждый раз причастие, это как ревизия, нуждаемся ли мы в Боге, если бы не было по-настоящему причастия, я вам честно скажу, мы бы не нуждались в нем уже, мы бы уже все решили, но Библия говорит о причастии, интересную вещь, давайте откроем 1 Коринфянам 11 глава, вот 28 стих, да испытывает себя человек таким образом, каким? Мы испытываем себя, верили мы, я испытываю себя, что я делаю в своей жизни, нуждаюсь ли я в Иисусе Христе еще, потому что Он умер 2000 лет назад, Он сегодня, Он умер 2000 лет назад, и Он уже тебя освободил от всех грехов, и ты уже может не нуждаясь в нем, но я нуждаюсь, и этот дом, он назовется домом молитв, и я сегодня нуждаюсь в Боге, как никогда, я нуждаюсь в Его прощении, я нуждаюсь в том, чтобы простить других, я нуждаюсь в Его исцелении, я нуждаюсь в Его благословении, я нуждаюсь в Его откровении больше всего, потому что я не знаю, что делать, я не знаю многих вещей, я нуждаюсь, у меня есть сегодня нужда, и поэтому вкушая хлеб, я провозглашаю, Иисус, ты не просто так умер, ты не просто пошел на крест, я нуждаюсь в тебе сегодня и сейчас, я нуждаюсь в тебе так же само, как ты нуждаешься в каждом человеке, в каждом из нас, он пришел искать смоковницу, и это поиск смоковницы, имеешь ли ты нужду, поэтому к причастию надо подходить осторожно, почему, смотрите, потому, кто будет пить и есть чашу недостойно, виновен будет, что значит виновен будет, он не будет поступать правильно, он не в правильном положении будет против Иисуса Христа, виновен будет, и мы, знаете, мы сегодня перестали молиться некоторые, знаете, две минуты молитва это достаточно, кто-то говорит, я молюсь постоянно, где, во сне, там еще где-то, в постели, кто-то молится полчаса, но он не нуждается в Боге, он просто провозглашает себя царем и священником, он не имеет нужды вообще ни в чем, спасибо Господь, что я не такого, как эти, но мы нуждаемся, да, я сегодня нуждаюсь его прощения, его освобождения, и даже если у тебя ничего нет, и ты праведен перед всеми, и самый лучший, то ты все равно нуждаешься в нем, потому что ты бы не был здесь, и Иисус бы тебя не спас, если бы ты был святой, потому что Иисус не пришел за святыми, он пришел за кем? За мной. Павел говорит, я из них первый, фарисей, который был святой, он нуждался в Иисусе Христе, и я вам хочу сказать, некоторые сегодня все знают, я не знаю ничего, я хочу оставаться в таком положении, как бы не зная ничего, жаждать его, и сегодня вот это причастие, оно снова и снова должно подтвердить в твоей жизни, жаждешь ли ты Бога или нет, возбудил ли я в тебе молитву, желание Бога, послушайте, как правило, люди, которые жаждут Бога, знаете где? Они ищут Его откровение, Его слово, они не выбирают, они неизбирательны, знаете, что такое неизбирательны? Когда ты голоден, то ты не выбираешь самое вкусненькое, ты готов есть все подряд, что тебе дадут? Ну, когда ты перестаешь быть голоден, это я буду, это не буду, туда пойду, молитва это нужда, я голоден, и вы знаете, почему я об этом проповедую? Потому что, как правило, люди в этом мире, они тоже нуждаются, жаждут, и в основном от церкви отводят те, которые все знают, они не нуждаются, и вас скопируют, как вы поклоняетесь Богу, как вы молитесь, поэтому я, вы знаете, я стараюсь делать определенные вещи, я нуждаюсь в Боге, даже когда мне тяжело и больно, и я плохо себя чувствую, может быть, я буду нуждаться, физически буду нуждаться, знаете, почему? И буду прославлять его, потому что я осознаю, за нами смотрят, дом мой домом молитвы наречивается, а вы сделали из него в некоторый дом заходишь и пахнет чем-то, дом молитвы, мы должны делать из этого дом молитвы, наша жизнь, оно свидетельство для других, и мы пример для других, если мы сидим во время служения, в интернете, в фейсбуке, в соцсетях, мы не нуждаемся в Боге, мы все знаем, мы в курсе, мы избирательны, а тот, который пришел впервые, у него глаза по пять копеек, что это он говорит такое, я не понимаю, но мне хорошо, вы думаете, что-то понимали из того, что говорил Иисус? Он многие вещи говорил, что были непонятны, и он говорит, вам напомнит Дух Святой, все в порядке, но они были жаждущие, что важно и что главное в нашей жизни сейчас, что для нас сегодня главное это жажда и нужда в Боге, если я перестал нуждаться, и я думаю, что я все имею, Господи, благослови меня, наполни меня, Олешка, я кстати молился только за тебя, если будет воля Божия, приведи его, аминь, привел, наверное, да? Нужда, скажи, скажи, нужда у Бога, пока есть у тебя нужда, Бог отвечает на твои молитвы, послушай, но более всего, Господи, спасибо, что вы пришли, не, не спасибо, вы нуждаетесь в Боге, я не благодарю вас, что вы пришли, вы знаете, когда богатый человек вошел в то место, когда он пригласил всех на брачный пир, он не благодарил, что они пришли к нему, он так посмотрел, ай, ты не в брачной одежде, пошел вон отсюда, понимаете меня? Вы нуждаетесь, чтобы быть на этом месте, я нуждаюсь, чтобы быть на этом месте, он царь, он пригласил меня на брачный пир, спасибо большое, нет, я благодарить вас не буду за это, мы сильны, и мы можем творить многие вещи, горе сказать, когда мы нуждаемся в Боге, когда мы начинаем молиться, понимаешь меня? Но на молитве надо научиться прощать, иметь нужду в нем, это научиться прощать, скажи прощать, я люблю прощать, потому что Иисус любил прощать, понимаешь меня? Ты меня простила, ты меня простил, кого я обидел, простите меня, все хорошо, все в вашей жизни будет нормально, смотрите внимательно, мы сейчас будем приступать к причастию, что-то нужно сделать, перед этим надо иметь чистое сердце, Библия говорит, чистое сердце, Бога узрят, что-то в моей жизни должно измениться, я хочу видеть Его славу, Его присутствие, я хочу видеть Бога в своей жизни, я хочу видеть те горы переставленные, те проблемы решенные, и Бог будет разрешать исцеление, оно рядом, оно настолько близко, просто протяни руку и скажи, Господь, дай мне, я нуждаюсь в Тебе, перестань искать врачей, перестань искать тех, которые решат твою проблему, начни нуждаться в нем, когда приходит нужда, Бог говорит, я благословлю тебя в четыре раза, больше, о, ты думал на один, он говорит, в четыре, больше, если ты нуждаешься в нем, он тебя наполнит, он тебя благословит, но что-то нужно сделать, нужно покаяться, нужно сегодня принять его прощение, прощение не может быть без покаяния, чтобы Бог ответил на твою нужду, покайся, а в чем мне каяться, я ешь, ты не нуждаешься сегодня, мне есть каждый день в чем каяться, я не знаю в чем, сейчас, на данный момент, но я знаю, когда я буду молиться, я почувствую, я ощущу это, есть моменты в моей жизни, Бог даже напоминает, и Он говорит, слушай, я хочу, чтобы это изменилось в твоей жизни, я хочу, чтобы это поменялось, это покаяние, это обращение, хватит с людьми разговаривать так, твои слова, хватит поступать вот так вот, хватит жить своей жизнью, хватит мечтать о своем, и знаете, что я, мы таким образом предоставляем, чтобы Он судил нас, скажи, Он судит, сейчас, меня, мое сердце, когда я молюсь и нуждаюсь в Нем, Он судит, для того, чтобы я не был судим с миром, это просто, вы понимаете меня? Вот что делает молитва, она меняет, настоящая молитва, она изменяет, А если это для галочки, Господи, благослови эту пищу и спасибо Тебе за то, что Ты дал ее, аминь, это ничего не меняет с пищей, ничего не меняет с Тобой. Поэтому многие из Вас не получают того, что должны получить, продолжают болеть, умирают и не достигают результата. Давайте встанемся. сделай что-то сейчас. Просто скажи в своем сердце, просто скажи в своем сердце, что Ты нуждаешься в Боге, нуждаешься в Его прощении, нуждаешься в Его покаянии. Просто скажи в своем сердце, я нуждаюсь в Тебе, Иисус. Иисус, начни молиться. Кто-то сегодня получит и сейчас получит исцеление, освобождения, если ты будешь нуждаться в Нем. Оставь свои планы, просто оставь свои идеи, все, что есть у тебя, просто оставь. Господь Иисус, я нуждаюсь в Тебе. Приняти Ему тот плод, который заслуживает, ради которого Он пришел. Он пришел, чтобы дать тебе жизнь. И Он желает эту жизнь дать. Но есть Его путь, Его благословение. И тот плод, который Он дает, Он желает от тебя видеть. Это покаяние. Это изменение мышления. Это изменение мышления. Это чтобы ты начал нуждаться в Нем. Чтобы в жизни твоей пришла нужда по Богу. Господь Иисус, я благодарю Тебя. Я славлю Тебя за милость Твою. Я благодарю Тебя за благодать Твою. Я знаю, Господь, что ты здесь, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. Я благодарю Тебя за ту любовь, которую ты дал нам. Я благодарю Тебя за эту милость. За ту свободу, которую мы имеем в Тебе, Иисус. Я благодарю Тебя. Господь, Ты прости, Господь, нас. Ты прости нас, потому что мы нуждаемся сегодня в Тебе. Где мы не нуждались Тебе, где мы не отдавали в Твою руку, Господь, все. Господи, где мы решали свои проблемы, не привлекая Тебя. Прости нас. Дай нам видеть Твою славу во всем. Мы нуждаемся в Тебе, и мы благодарим Тебе. Мы пришли сюда, Господь. Мы пришли, чтобы Твое откровение наполнило нас. И мы хотим, чтобы наша жизнь, она изменилась. Чтобы наша жизнь, она пришла, пришла в изменение. Чтобы Ты царствовал в нашей жизни. Чтобы Ты не был приходящим Богом. Чтобы Ты не был Богом, который приходит и уходит. Чтобы Ты царствовал нас навсегда, Господь. Господь Иисус, мы нуждаемся в Тебе. Я благодарю Тебя и славлю Тебя. Все готово. Все приготовлено для того. Господь, я прошу Тебя, коснись, Господь, каждого. И благослови нас. Прости нас, Господь. Где мы не нуждались. Где наша молитва, она перестала быть молитвой. Я прошу Тебя, Господь Иисус. Дай видеть Твою славу. Иисус, дай видеть Твою силу. Дай жаждать Тебя. Великий Бог. Начни поклоняться. Начни молиться Ему. Начни просить Ему. Начни молиться от чистого сердца. Просто сам, лично. Начни молиться Ему. Он откроет Тебе, в чем Ты сегодня нуждаешься. Дух Святой напомнит Тебе. Он даст Тебе. И Он восполнит Твою нужду. Сегодня и сейчас. Господь, я благодарю Тебя и славу. Я возвеличиваю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя. О, мы пришли ради Тебя. Мы пришли ради того, чтобы принять и получить. Мы пришли, Господь, чтобы Твое царство, Твоя сила, Господь, она была в нас, Господь, постоянно. Постоянно, Господь, мы нуждаемся. В молитве, Господь, мы нуждаемся. Мы жаждем Тебя и мы благодарим Тебя. Я славлю Тебя, великий Бог. Господь, как приятно быть с Тобой. Как приятно быть в Твоем присутствии. Как приятно находиться в Твоей славе. Я прошу Тебя, коснись, Господь, сегодня. Коснись каждого. Господь, я молю Тебя, я молю Тебя, я молю Тебя, Господь. Коснись каждого моего брата, каждой сестры во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Коснись каждого моего брата, каждой сестры во имя Иисуса Христа. Коснись каждого моего брата, каждой сестры во имя Иисуса Христа. Кому-то тяжело. Приходят напоминания из Твоей прошлой жизни. Из Твоей прошлой жизни. Они как будто... Те темные дни, которые мешают Тебе двигаться и видеть тот свет, ту славу, которую Бог приготовил. Бог говорит, я не вспомяну боли. Я не вспомяну боли. Господь, Он говорит, Он дает Тебе силу. Он дает Тебе власть забыть даже многие вещи, которые мешали Тебе и не давали Тебе. Не давали Тебе свободы. Просто прими. Прими. Он сказал, придите ко Мне. Вытруждающиеся, обремененные. Он успокоит, Он утешит. У Него есть утешение. Сегодня приди к Нему. Некоторым надо просто прийти снова к Иисусу Христу. Потому что Иисус, Он тот же, Он не изменился. Он желает благословить Тебя. Он желает восполнить Твою нужду. Ты думаешь, что Ты можешь достичь чего-то. Твоей силой и славой Твоей. Твоими познаниями. Твоими умениями. Но сегодня Он говорит, приди ко Мне. Ты трудился много. Ты не могал для Меня. Но есть вещи, которые Я могу только дать. Господь, Он сегодня обращается. Он говорит, возвратись ко Мне. Вернись ко Мне. Вернись в Мою славу. Вернись под Мой покров. Просто вернись. Господь царствует. Сделай что-то. Сделай что-то. Покайся и вернись. Потому что Бог возвращает через покаяние. Он говорит, вернись под Мой покров. Вернись в Мою славу. Если у тебя было непрощение Иисус, кто-то должен тебя отпустить Сегодня отпусти, сейчас отпусти Бог, Он освобождает Он даст тебе, Он приготовил в четыре раза больше Господь, слава тебе Прими, прими эту славу Прими эту силу Господь царствует Господь царствует Иисус, мы же сегодня нуждаемся Мы жаждем Тебя и мы просим Тебя наполнить до избытка Иисус Положите руку на то место, где у вас болит Просто положи руку на то место, где у вас болит Господь сейчас коснется вас Господь Иисус Господь Иисус Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа Удали всякую боль Удали всякую немощь Удали всякую проблему Удали все, что сегодня Тревожит во имя Иисуса Христа Я запрещаю эту болезнь Я запрещаю этому духу немощь Во имя Иисуса Христа Господь, мы нуждаемся сегодня в этом И мы благодарны Тебе за это исцеление Я славлю Тебя Я возвеличу Тебя Господь, Ты царствуешь И Ты владеешь всем Господь, Ты всемогущий Бог Я благодарю Тебя Благодарю Тебя Благодарю Тебя, Иисус Благодарю Тебя, Иисус Аллилуйя Аллилуйя Амин Мы сейчас помолимся за причастие Господь Иисус Я благодарю Тебя за то, что Ты на этом месте Ты царствуешь и Ты силен Ты силен, Господь Вы знаете Мы снова и снова вспоминаем Что сделал Иисус Что мы нуждаемся в Нем Я снова и снова вспоминаю Что я нуждаюсь в Иисусе Христе Я нуждаюсь в Нем И не потому, что мы Не грешники Или не святые Мы нуждаемся в Нем Потому что без Иисуса Христа Мы ничего не можем Снова и снова мы вспоминаем Что Он умер Не только за наши грехи Не только за наши болезни А из-за того, чтобы приблизить нас к Себе Чтобы быть рядом И мы нуждаемся в Нем Вы знаете, часто Некоторые Видят себя, как Ребенка возле мамы Да Вот Я не знаю Просто подумайте об этом Дети, они нуждаются в маме Просто Мама и все Мама Папа не решит их проблем И когда мама рядом То решаются все проблемы Вот нужда Вот эта нужда Он тот, который просто Может даже На уровне подсознания Он чувствует то, что нам нужно И мы нуждаемся в Нем Мы жаждем Я не смогу объяснить это Но это на уровне Ощущений На уровне чувств Я нуждаюсь в Боге Так, как никогда раньше Я жажду Его Так, как никогда раньше И причастие Это подтверждение тому Когда я принимаю это Иисус на кресте Две тысячи лет назад Умер Но это Не Не меняет ничего Расстояние Время Не меняет ничего Он становится ко мне близко Я сближаюсь с Ним снова Я ощущаю Его снова Он рядом Он здесь Он со мной Это ощущение Это чувство Я могу в этом Находиться Виталик, выходи сюда Господь, я благодарю Тебя За этот хлеб Который есть тело Твое Которое было ломимо за нас Я благодарю Тебя За то, что Ты Бог Господь Пошел на крест Ради каждого из нас Ради того, чтобы быть с нами Для того, чтобы мы сегодня Вспоминали то, что Ты сделал Для каждого из нас Чтобы быть частью Господь Тебя Чтобы быть Причастниками Твоего естества Господь, я благодарю Тебя а за чашу, которой есть завет Твоей крови. Господь, и мы сегодня, Господь, снова и снова провозглашаем, что этот завет, Господь, это наш завет, Господь, который Ты заключил, Ты отдал, Господь, Себя. Я благодарю Тебя, и я славлю Тебя. Этот мир и все вокруг, они будут свидетелями нам. Господь, я благодарю Тебя, что мы нуждаемся в Тебе, и мы славим Тебя, великий Бог, слава Тебе. Аминь. И все власти, превыше всей природы и творений, и все превыше мудрости и всех путей людских. Ты прежде был всего, что видим мы, Мы все возьмем и потом все вместе единодушно примем причастие. Хорошо? Ты прежде был человек, Будешь всех богат сокровищ земных. Нет ничего на свете, чем Тебя сравить. Ты вознес на крест, Ты распят, Но в третий день воскрес, Аминь Божий, Красавица и побед, Ты стопли вознесет, Кто выше всех, Кто выше всех. Ты выше всех начальств, И всех властей, превыше все природы и творений, все превыше будности и все пути людских. И прежде бы всего, что видим мы, превыше всех царств, престола всех, превыше всех чудес, что видит человек, превыше всех богатств, сокрови земли. Нет ничего на свете, счет себя сравнить. Ты, ракет, Ты вознес на крест, был распят. Воскрес, и день воскрес, отнес Божьей, прославлив и побед. Воскрес, и день воскрес, отнес Божьей, Ты, ракет, и день воскрес, отнес Божьей, Воскрес, и день воскрес, отнес Божьей, Прославлив и побед. Воскрес, и день воскрес, отнес Божьей, Престоплив и вознесет Божьей, Воскрес, и день воскрес, отнес Божьей, Воскрес, и день воскрес, отнес Божьей, Всем хватило? Все взяли? Да? Да? Господь, я благодарю Тебя и славлю Тебя за эту возможность. Я прошу Тебя, благослови нас. Благослови, Господь, каждого из нас, Господь, чтобы, участвуя в этих воспоминаниях, Господь, мы получили то, что Ты обещал, Господь. Я благодарю Тебя. Господь, дай нам видеть Твою славу еще и еще, Господь, в нашей жизни. Пускай Твои перемены придут, Господь, и благословение. А я благодарю Тебя, великий Бог, за Твою жертву, за то, что мы сегодня, Господь, нуждаемся и можем нуждаться в Тебе, Господь. Я благословляю Тебя, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Господь, я славлю Тебя и возвеличую Тебя. Ты Царь, Господь, и Ты царствуешь, Господь, в наших сердцах. Я прошу Тебя, благослови нас. Благослови исцелением, освобождением, наполни Духом Твоим, наполни огнем Твоим. Я благодарю Тебя за это время радости. Радости с Тобой. Не плача. Радости. Скажи, радуйтесь. Радуйтесь. Аминь. Знаете почему? Потому что, когда Иисус вошел в Иерусалим, радостно было. Скучно было, когда Он виновщиков стал именем. Знаете, когда у нас проблемы вот здесь вот, там что-то не так, Он переворачивает все. Вот грусть приходит. Но радостно. С Иисусом радостно. С Иисусом... Я... Я не знаю. Но я помню, когда я пришел первый раз в церковь. Я недавно это вспоминал. Я хочу вам рассказать. Я пришел в церковь. Я стоял за... Ну, там дом был. Молитвенный дом. За окном даже. Я слушал, как проповедуют, как поют. И... Мне понравилось одно... Ощущение, чувство. Что я пришел домой. Я не знаю. Но такой... Мир. Хорошо. Я удовлетворен. Я чувствую себя. Я дома. Мой Дух. Я его привел с собой. Потому что мы вместе гуляли. И я решил его тоже привезти в церковь. Сам прийти, знаете... Как правило, приходишь и приводишь еще кого-то. На всякий случай. И... Ощущение такое появилось. Как хорошо и как приятно. Приятно здесь. Не стучи. Приятно здесь. И... Ощущение приятное. Ты получаешь удовлетворение от того, что Бог, Он здесь. И вы знаете, признаком того, что все хорошо, все будет хорошо, что ты ощущаешь мир в своем сердце. И меня тянуло второй раз. Я не помню ни проповеди. Я не помню ни того, что там пели. Но я помню, что было все хорошо. Пришел третий раз, четвертый раз, пятый раз. Потом что-то начинает доходить. Но... Ощущение, что хорошо. Хорошо мне здесь. Вот это ощущение не оставляет. Потому что с Богом всегда хорошо. С Богом всегда приятно. Как будто под крылом ты чувствуешь. Как птенчик под крылом. Так классно. Ощущение. Аминь. Хорошо нам здесь. Но это не значит, что мы не нуждаемся в Нем. Я иду и нуждаюсь в Нем. Я нуждаюсь каждый раз в Нем. Аллилуйя! Мы сегодня молимся за Сашу. Саша. Он... Ну, Саша, да... Сегодня у нас знаменательный день. Благословенный брат Александр Аксенюк закончил реабилитацию, прохождение. Он... Слава Господу за него. Он... Просто хочу сказать за этого человека, что он явил себя верным. И действительно, он прошел достойно реабилитацию. В моем понимании, как вижу это я, и как открывает Господь. Просто я сам был на реабилитационном центре. И могу сказать за этого брата, что он даже для меня являлся примером, когда он проходил испытания, он всегда говорил за все, слава Богу. Поэтому это благословенный брат. И хочу для него сказать слово. Просто хочу сказать, что никогда не останавливайся на достигнутом. Потому что слово Божие говорит, будь верен до смерти, я дам тебе венец жизни. Будь верен до самого конца всегда. Твоя жизнь только началась, поверь мне. И Бог приготовил для тебя все самое великое. И тут говорится, это 1 Коринфянам 9 глава в современном переводе. «Разве не знаете вы, что все бегуны на ресталище участвуют в беге, но один получает награду? Так бегите же так, чтобы выиграть. Каждый, кто соревнуется в состязаниях, проходит трудную подготовку. Они получают недолговечный лавровый венок. Мы же получаем венец неувядаемый. Вот и я бегу, как тот, у кого есть цель. И дерусь, как тот, кто всерьез дерется, а не просто по воздуху кулаками машет. Но изныряю я свое тело нещадно и держу его в узде, чтобы проповедовать другим самому не оказаться отвергнутым». В синодальном переводе говорится, чтобы самому не оказаться недостойным. «Бог увидел твою верность и будь верен в малом». Просто Он, как пример, Он, находясь на реабилитации, уже лидер группы порядка. Давайте помолимся. Это очень большая редкость, я вам скажу. Бог так не доверяет практически никому. Давайте помолимся за Него, протянем свои руки и благословим брата. Аллилуйя, Господь! Боже, я благодарю Тебя за этот сосуд, который Ты привел на это место, Господь, дабы исполнить волю Твою, Господь. Боже, направляй Его, наставляй Его каждый день, дай Ему мудрости, Господь, дай Ему твердости и мужества во всяких обстоятельствах прославлять Тебя, никогда не сдаваться, Господь, идти до самого конца, Господь, видеть проблему, Господь, и быть ответом для каждого, для каждого человека, Господь. Ты призвал Его слугой и призвал, Ты дал Ему сердце слуги, Господь. Боже, веди Его за правую руку и не отпускай Его никогда. Боже, пусть покров Твой прибудет на Нем и благослови Его во всем. Боже, в чем Он имеет нужду? Господи, покрой Его нужды и дай Ему силу и дерзновение служить Тебе, Господь. дай Ему Твой огонь. Боже, прославься через Него. Боже, спасибо Тебе, Господь, за нашего брата благословенное. Слава чести была Тебе, Господь. Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Господь, я благодарю Тебя и славлю Тебя во имя Иисуса Христа. Излей Свою славу на Него. Излей Свою силу, защиту поставь Свою и охрану, Господь, вокруг Него. Господь, благослови. Благослови Его во всяком начинании, в этой новой жизни. Господь, которую Ты даешь и Ты дал для Него, я прошу Тебя, открой Ему, Господь. Открой Ему, как жить, как поступать и благослови Его. Благослови Своим Отцовским благословением. Я благословляю именем Иисуса Христа. Благословляю Господь Сашу. Я прошу Тебя, благослови Своей славой. Благослови Своей силой. Чтобы и Слово Божье, Господь, было во всем светильником, Господь, Его ноге. Чтобы Он познавал Твою волю. Познавал лучшее, Господь. Всегда стремился к этому лучшему. И я прошу Тебя, дай Ему жажду. Как Господь, дай Ему жажду по Тебе, по Твоей воле, по Твоему откровению. Я прошу Тебя, и благослови Его во всем. Ты видишь Его сердце. Ты видишь Его доброе сердце. Я прошу Тебя, наполни Его. Наполни Его, Господь. И дай Ему видеть те блага, которые Ты приготовил для Него. А я славлю Тебя и благодарю Тебя за моего брата, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Я люблю Вас всех. Слава Богу.